Всем встать, суд идёт! Отгадайте, что делает чиновник, когда не может вам ответить? Естественно, отвечает вам на тарабарском языке. Ну или придумывает слова, которых раньше вообще не существовало. Помните, как Центробанк в 2017 объяснил наличие кода 810? Придумали несуществующее словосочетание «признак рубля». Забыли объяснить, что это такое. То есть, если народ сомневается в чём-то, выдумай какое-нибудь слово и повторяй его с умным видом, как будто оно есть. Во время всей этой шумихи 2016-2017 годы с кодами 810 и 643 Многие пытались открыть этот счёт с кодом 643, но им почему-то говорили, что счёт не открывается такой. Но не открывается это для простых, видимо, людей. А для непростых открывается. Вот я сейчас вам покажу. Заходим на сайт любого суда, тыкаем калькулятор госпошлины. Ну тут любую подачу искового можно. Смотрим. Кто же получатель? Казначейство России теперь уже. Российская Федерация канула в лету. У КТМО номер счёта. Тут у них код 810. Это счёт банка. Получатель банки. Корреспондирующий счёт. И номер казначейского счёта. А вот тут уже код. Как видите, 643. Вот они, где аккумулируются советские рублики. Рублики. Казначейском счёте. Далее попробуем создать квитанцию. Тыкаем на некое физическое лицо. Уплата госпошлины. Требует согласия. Сделаем ему согласие, так как делаем одноразовое физическое лицо. Код. Субъект. Заполняем. Быстренько всё заполняем. Тут неинтересно. Сумму 100 рубчиков. Фио Иванов. Иван. Хочет ещё ИНН. Даем ему ИНН. Иванова. Способ уплаты. Платёжный документ. Сохраняем. Появляется вот такая квитанция. где получатель казначейства России с кодом 643. А. Так. Платёжный.